Это Сильвана, а это Артас, а это магазин игровых услуг сексиголд.ру. Тут можно купить золото, аккаунты и другие игровые ценности. Заходи на сексиголд и начинай торговлю. В предыдущих сериях Хваленый флот Альянса разбит. Превосходно. Осторожно, за этой стеной из воды что-то есть. Берегитесь! За королеву Асшару! Ты стала служанкой Асшары! Вечное солнце не оставит нас. Отлично. Благодаря тебе мы смогли восстановить силы, а наши союзники стали куда более опытными бойцами. В знак благодарности они вручили нам этот артефакт, похоже, очень даже магический. Я не могу найти ему применение, но, возможно, он связан с сердцем Азерот. Возьми его, пусть он послужит во имя Добра. Невозможно предугадать, что нас ожидает в этих землях. Мы не можем продвигаться дальше, не зная, с кем имеем дело. Пусть наги принесли много бед нашим новым союзникам, их страдания не окажутся напрасными. Кельпины должны располагать бесценной информацией о войсках Асшары. С их помощью мы можем многое узнать о том, как действует наш противник. Поговори с Нерри, думаю, ее знания будут очень полезны. Да, наша задача добыть приливный камень. Но мы не можем пробиваться вглубь владения Асшары, не зная, что нас там ждет. Смотри, кого течением принесло. Хочешь побольше узнать о Нагах? Я могу рассказать тебе все, что знаю. Однако, кельпины, которые еще остаются в плену, знают куда больше, ведь они видели все своими глазами. Что с моей головой? Душно-то как? Фэн, что они с тобой сделали? Что случилось? Как меня сюда занесло? Наги ответил за все, что натворили. Я... я снова чувствую свои ноги. Что они сделали с тобой, Кона? Я рада нашей встрече. Прости, не было времени поблагодарить тебя раньше. Голова до сих пор... У Асшары множество слуг по всему Назжатару. Асшари жуткие чародеи. Море подчиняется их воле. Некоторые Наги овладели силой бездны. Они называют себя Широкес. Но больше всего стоит опасаться Занширов. Они прячут в своей крепости нечто могучее. Идти в крепость в одиночку верная смерть. Занширы убивают чужаков на месте. Единственный способ попасть туда и остаться в живых притворится, что ты под влиянием зоотроида. Но лишенных разума рабов заставляют работать. Тебе придется выполнять все приказы Наг, иначе они поймут, что ты свободен. А если Наги поверит, что ты лишен разума, тебе будет проще перемещаться в их владениях и все выведать. Я сообщу нашим союзникам о том, на какое опасное дело ты идешь. Нам точно нужна эта маскировка? Эй, ты! Чего не работаешь? А ну сюда! Чего тебе? Какая нам от тебя польза, если ты не работаешь? Морских варанов пора кормить, но это дело лучше поручить кому-то менее ценному. Эти чудовища готовы сожрать что угодно, хоть твою руку, если ты ее вовремя не отдернешь. Но тебе повезло. Недавно они распробовали икру спинахрустов. Сколько бы жемчужин мы не добывали, этим широкез всегда мало. Они вечно требуют все больше и больше. Пока тут не появился ты, ползать по всей этой пещере и раскапывать раковины приходилось мне. Видишь, даже ты можешь приносить пользу, а не просто околачиваться бездумно, ожидая приказов. За работу! Еще остались конечности. А для кальмара голового ты неплохо мне помогаешь. Думаю, можно оставить тебя в живых ради еще одного задания. Наше новое оружие сделано из какого-то иноземного материала и он мне не нравится. Точить клинки из него я ни за что не буду, но эту работу все-таки нужно выполнить. Займись-ка. Почему ты до сих пор здесь? Оружие на стойке излучает знакомую энергию. После тщательного осмотра становится понятно, что лезвия изготовлены из азерита. Недопустимо, чтобы такое мощное оружие находилось в руках Нак. Брось оружие, сухопутное! Похоже, отсюда нам придется прорываться с боссом! Прилив отступает! Пен рассказал мне о вашей вылазке в лагерь Нак. Что вам удалось найти? Носить титул лорда-регента честь для меня. Знакомая работа. Явно дело рук Присцилле Швейн. Видимо, она обучила Нак секретам изготовления азеритового оружия. Но зачем? Нам не выиграть битву, в которой наши враги сражаются азеритовым оружием. Нет, мы должны найти способ уравнять шансы. Разумно предположить, что у Нак где-то есть склад этого оружия. Если мы его найдем, то сможем вооружиться сами и поделиться с союзниками. Акулет придумал способ обнаружения мельчайших объемов азерита. Нужно снабдить его всем необходимым. В процессе обработки азерита выделяется побочный продукт, невидимый невооруженным глазом, но легко заметный при биолюминесцентном свете, преломленном определенным образом. Морское дно изобилует существами, которые могут дать нам именно то, что нужно для поисков склада оружия. Я отведу наших союзников в укрытие. Помни, враги не расстанутся с оружием по доброй воле. Продолжение следует... Хотя сундук плотно закрыт, судя по его весу и излучаемой энергии, в нем хранится азеритовое оружие. Осматривая сундук, вы слышите в пещере какой-то шум, раздается знакомый голос, выкрикивающий приказы. Должна признать, вы, наги, умеете исполнять приказы. Это оружие одно из лучших, что я создавала. Кто-то должен был это сделать. Это для тебя добром не кончится. Ты не представляешь, с чем имеешь дело. Последнее предупреждение. Я еще могу тебя пощадить. Уходи, и я остановлю атаку. Я проворнее угря. Асшара! Асшара! Ты не оставишь меня здесь умирать! У нас была сделка! Молчание, человек. Верь своей королеве. Ты никому не достанешься, пока не исполнишь свое предназначение. Восстановление Кельталаса продолжается. Кажется, власть Асшары распространяется дальше, чем мы думали. Хотя Эшвейн и сбежала. По крайней мере, оружие теперь в наших руках. Пока что Эшвейн не представляет опасности, но наше положение по-прежнему критическое. Герой, мне нужно обдумать наши дальнейшие действия. В то же время мы должны упрочить отношения с нашими новыми союзниками, освобожденными. Испытай их в бою и научи, чему сможешь. В грядущей битве их помощи не будет лишней. Мы докажем им, что пока мы вместе, никакие преграды нам не страшны. На такой вот позитивной ноте заканчивается третья серия сюжета Орды в Носжатаре. Хотелось бы верить, но верится с трудом в то, что Кельпины будут новой союзной расой Орды. Лартемар прямо на это намекнул в конце своего диалога. Но и пока вы будете бегать с Нерри, она будет постоянно говорить о том, что пещера их дом, и однажды они вернутся в настоящий. Ну или вот то, что трудно представить, что мы будем делать, когда больше не надо будет бороться за выживание. Но мне не терпится это выяснить. Так что намеки на союзную расу есть, но как будет на самом деле, покажет время. Думаю, Близзы тоже пока что будут смотреть на реакцию игроков. Отходя от темы, хотел выразить огромную благодарность тем, кто не проигнорировал мою просьбу и подписался на канал. Вас пришло больше 700 человек, и такими темпами 100 тысяч подписчиков не за горами, и моя мечта уже практически осуществилась. Из интересного еще и то, что мной было обнаружено племя Мурлоков Мертвого Плавника. И только представьте себе, даже эти Мурлоки владеют магией Некромантии, а игроки нет. И я уже предвкушаю комментарии про Рыцари Смерти, но прошу вас заметить, магия Некромантии имеет свою окраску и анимации, которых нет ни у одного из классов. Ну а впереди нас ждет интереснейшая сюжетная развязка Орды в Нас-Жатаре и сюжет Альянса. Нужно всего лишь немножечко подождать. На этом видео подошло к концу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Лунный Монах, и новое видео уже скоро.